Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем вместе с вами играть в Total Accurate Battle Simulator. К моему большому удивлению, разработчикам модов удалось снова залезть глубоко в игру и разблокировать для нас несколько интересных юнитов, которые скорее всего будут добавлены в будущем. Почему я говорю, что они будут добавлены? Да потому что это не переделка старых бойцов, это реально уникальный новый солдат. У него охренительное рыцарское копье, щит, которого раньше не было, как в общем-то и копья, и даже шлем у него крутой, только правда почему-то кожа темная. Возможно, этот товарищ из будущего дополнения, которое добавит нам Расу Ренессанс. Что ж, давайте посмотрим на него в деле, в бою. Стоит он 5000, это очень большая цена, но он эту стоимость должен отбивать. Возможно, это даже какой-то секретный юнит, который хотели добавить, но почему-то этого не сделали. В общем, в игре он есть. И что-то с бомжами он справляется-то не особо и круто, он же рыцарь. И да, друзья, кто из вас образованный? Кто мне скажет, как называется вот это вот рыцарское копье, которое принимало участие в турнирах? У него же есть наверняка название, это не просто копье. И даже несмотря на то, что он лежит глубоко под бомжами, закопанный им их телами, он продолжает сражаться, и я что-то не особо могу понять, как он вообще бьется, поэтому давайте возьмем короля, ибо бомжи ему не дают возможности нормально сражаться. Возьмем даже трех королей. Давай, товарищ, что же ты будешь творить? А, он бьет копьем и щитом, да, выходит? Раздает такие неплохие оплеюхи своим копьем, и оно длинное. Значит, атаковать он может очень далеко. А еще у нас есть король-карлик. Ха-ха, я ни разу не видел короля-карлика. Ну вот, в общем-то, и он. Давай, чувак. Так, очевидно, что у него очень много хп, и имеется защита от стрел благодаря щиту. Ну не знаю, одолеет ли он королей троих. По стоимости это практически сопоставимо, и первый король уже упал. Давай, мужик, не сдавайся. Ты должен их победить, потому что мне охренеть, как нравится его внешний бит. Ну выглядит просто супер эпично. Это сочетание черного и красного, одно из моих самых любимых. И эмблема на щите тоже выглядит красиво, блин, ну стильно, стильно. Шлем у него крутейший. Это именно великий рыцарь, а не просто какой-то жалкий король. Так, обниматься не надо. Это не рыцарское дело. Рыцарей должны убивать. Правда, вот этим копьем, наверное, тяжело было бы убивать, и он победил. А теперь я хочу вселиться в него сам и посмотреть, что же он могет. Так, на левую кнопку мыши мы бьем щитом, на правую кнопку мыши мы будем бить копьем. Ну давайте подходите. Первый удар пошел. Ой, промазал. Давай, давай. Ай, я промазал же. А как их атаковать? Подожди, он копьем очень странно орудует. Не находите? Офигеть, я уже одного короля уничтожил с двух тычек буквально. Оба-на, еще минус один король. Так, а что он делает на пробел? Мужик, вставай. Дай встать, дай встать. Я хочу проверить, что ты делаешь на пробел. А, он просто наваливается на врага. Гребаный рейстлер в доспехах. Это ж неудобно. Так, а если от первого лица? Так будет, наверное, получше. Да получи ты щитом, я просто хочу копьем его бить. Ааа, да! Ха-ха! Не, ну он реально очень крутой. А что скажут лучники, когда с ним встретятся ледяных ставить я не буду? Это мой стандартный тест. Обычные лучники. Может он стрелы отбивает? Нет, не надо ему отбивать стрелы, потому что почти все стрелы летят в щит. Но и несколько, конечно, попало в ноги. Не, ну герой определенно очень классный. Мне он очень нравится. ХП у него просто дохрена. Вы видели, когда я вселялся в него? Короли мне ничего не могли сделать. Он очень жирный. Очень. Очень-очень жирный. Прям вот хочется, чтобы добавили его. Поскорее бы, поскорее бы. Ну ладно, с лучниками он тоже расправляется, в общем-то, на 5 с плюсом. Давайте переходить к следующим бойцам. Следующий уникальный чувак. Это вот такой вот парниша по имени Гладиус. Ну, у него вполне себе стандартный Гладиус в руках. Обычный римский щит. А вот шлем уникальный. Шлема такого раньше я не встречал. Он как у Центуриона какого-нибудь или что? Окей, давайте сразу же опустим его в бой. Стоит он всего лишь 500 рублей. И я не думаю, что он будет очень сильным. Или давайте даже я так попробую. Ну да, стандартная атака мечом и стандартная атака щитом. Дэмаж от меня очень больно. Я, конечно, сопротивляюсь. Не, ну в принципе, довольно живуче. Поглядите-ка, много бомжей мне удалось забить. Правда, теперь меня задавили, я даже не знаю, где я нахожусь. А если отсюда посмотреть с первого лица? Бомжи, отстаньте от меня, дайте я хоть встану. Они меня ударить не могут, между прочим. Они меня не могут ударить. Что здесь происходит? Я не буду сдаваться, я буду биться до последней капли крови. Да, дайте я хоть встану. Я просто пытаюсь встать. Я и атакую одновременно и встать пытаюсь, но не выходит у меня ни того, ни другого. Бомжи что-то меня в последнее время огорчают и просто бесят. Что они творят? Да дайте я встану, я почти встал, ну! Нет, 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 нет! Не наступайте на меня, пожалуйста! Сколько я убил бомжей уже? Ладно, пускай он сам сражается, я просто посмотрю сверху. Не, ну довольно много ребят мне удалось положить, и он молодец, а без моих усилий даже и встал. То есть я криворукий получается, а он-то сам по себе достойный воин. Он просто, он идет по головам. Как говорится, поднимается по карьерной лестнице вверх, конкретно по головам. Но, к сожалению, бомжи забомжевали его очень жестко. Отжали у него его гладиус. А, это прилетела дубина по лицу. Эпичный кадр. Ха-ха, просто очень было ему больно, я думаю. Так, снова он забавный. А что с лучниками? Да, думаю, с лучниками ничего интересного не будет. То есть он стрелу вряд ли сможет отбивать. Да, он ничего не делает лучником. Убираем. Так, следующий у нас персонаж по имени Да Винчи. Тоже чувак, скорее всего, из Ренессанса, пока еще не добавленного. Посмотрите, у него... Да, это гребаный реально Да Винчи. Бороды такой раньше не было. Костюм тоже новомодный. Шляпа, все дела. Правда, зачем ему палки? Он будет знать какую-то магию или использовать технологии придется в бою. Что он стоит? Сколько? 500 рублей. А это, кстати, стоило 750. Я ошибся. Зачем ему палки? Он же не волшебник какой-то. Он просто будет бить палками врагов? Нет, серьезно, ты просто будешь бить палками? Я не хотел вселяться в бомжа, я хочу вселиться в Да Винчи. Дайте мне вселиться в Да Винчи. Так, ладно. Я просто хочу вселиться в Да Винчи. Да, у него просто одна атака, палка и вторая. Выглядит прикольно, но как боец, что-то как-то не особо силен. Оу, ха, вот опять они на меня навалились просто, сволочи. Мерзкие, неприятные создания эти бомжи. ХП многовато. Либо они просто по мне не попадают, я не могу понять. С двух рук их атакую очень жестко. Я слышу, как они погибают. Может быть, даже удастся их победить. Такс. Вот что видит глазами Да Винчи. Не совсем ему, конечно, здесь приятно и весело. Но я слышу, как падают бомжи один за одним. Приходится, правда, быстро кликать. Да, они умирают. Слушайте, а ХП вообще не тратится. Пытаются меня затоптать, но я сам в итоге их затопчу. Вставай, поднимайся же. Ладно, сколько мы поубивали их? Да не, они его забьют. Забьют, забьют бедного Да Винчи со временем. Да, просто замесили большим количеством лиц, ног и рук. Жалко, конечно, но давайте к следующему. Хотя стоп. Стандарт, стандарт. Лучников, куда же мы без лучников? А, ну да. Да. Да, да, да. Предсказуемо. Следующий боец. Это такой же джастер. Джустер. Только... Лайт джустер. Есть дарк джустер. Это вот этот вот чувак, за которого мы играли. А есть светящийся. Ну, это та же самая моделька. Просто он реально светится и выглядит довольно неплохо. Может, он мощнее бьет? Если бы его копье и щит атаковали бы молниями, было бы здорово. Ой, как я нагинулся на противника. Ну, бедные бомжи. Не, очень жёстко, очень жёстко. Смотрите, чё творю. Если к ним не подходить... Очень классно. Ой. А чё случилось? Чё он с ног-то свалился? Давай, атакуй их. Вот мне жалко, что это свечение делают слишком ярким, и из-за этого не получается разобрать черты лица, ног, рук и прочего. Ой, красивая сцена такой. Георгий Победоносец. Поражающий змея. Только этот чувак поражает бомжей. Ну, то же самое. Просто светится. Окей. А есть ещё обычный маленький джустер. Глядите-ка. Это то же самое, только он малыш и не тёмная кожа, и выглядит он не так эпично, потому что щит стал красным. Это уже не круто. Сочетание чёрного и красного было великолепно для глаз. А вот красного и серого довольно уныловато. Хотя он двигается гораздо быстрее, слушайте. Если таких построить целый отряд, это будет реально эпичная сила. Так, стоп. Я хочу построить отряд. Чтоб они выстроились. Толпой и просто снесли всё на своём пути. Бомжам не поздоровятся. Да. Смотрите, они сметают их просто как волна песок. Очень крутые ребята. Очень крутые ребята. Выражаем респект. Мне безумно нравится. Так, ну что у нас есть ещё дальше? Есть некто по имени Эррор Дарк Соул. Стоит он 50 тысяч. Ого. Ого. Он шустрый. А чё Дарк Соул-то? Чё он тёмная душа? Он просто быстро летает и переливается. И это всё, что он могёт? Серьёзно? Это всё, что он могёт? Он ничего не могёт. Он даже ни одного бомжа ещё не забил. Он стоит просто 50 тысяч. Может, за него поиграть стоит? Тогда будет какой-то смысл. Так, стоп. Он очень быстро передвигается. Вы просто посмотрите на это. Охренеть. Молния практически. Да вставай же, не падать. Не падать главное. Я уже здесь. Офигеть. Не, ну если так. В рукопашку самому играть. Так, отсюда ничего не видно. Он просто по земле катается. Вставай. Опять упал. Ха-ха. Не падай-то. Чё ты падаешь-то? Так я ни одного бомжа не убил. Как он атакует мечами своими? Я думал, я убил кого-то, а они просто сами падали. О, одного вроде зарубил. Ещё нескольких. Нелепый чувак. Слишком быстро передвигается. Из-за этого за него играть просто невозможно. Далее идёт рекрут. Лайт Соул. Что за рекрут Лайт Соул? Классно выглядит. Крест этот сияющий. Контур щита. Не, ну по-моему довольно прикольный. Но что он будет уметь делать в бою? Да, чё-то не особо. Чё-то не особо. Не особо. Он это обычный рыцарь, только он сияет. И вся разница. Давайте посмотрим на кого-нибудь ещё. Удалось раскопать тут ещё одного забавного чувака, который называется Войт. И он является абсолютно чёрным. Держит в руках два меча. Причём мечи разные. И у него капюшон есть. Ну, я не знаю, что он будет делать. Он стоит всего лишь 500 монет. Насколько он силён, совсем непонятно. Но нужно проверить. Раз он появился... Вообще, весь этот выпуск затевался чисто ради вот тех вот рыцарей. Которых я не знаю, как они сделали. Так, чтобы их можно было посмотреть, потрогать, пощупать. Мне очень они понравились. Просто великолепные. Да Винчи тоже забавные. Но, в общем-то, этот ничего жёсткого не показал. Обычный воин с двумя мечами. Но есть ещё и волшебник. На него мы тоже с вами никогда не смотрели. Волшебник с бородой. Явно борода была взята от Да Винчи. Ну, разумеется, есть посох и плащ. Но выглядит забавно. Что он будет делать? Давайте даже так. Я сам за него поиграю. Правая кнопка мыши у меня не работает. А-а-а! Он остановил время, друзья мои! А давай ещё раз. Стоп! Реально он остановил время. Посмотрите. Он заморозил их! Это довольно уникальная способность. Ничего похожего я раньше не видел. И она очень сильна. Особенно в некоторых случаях, если бы у нас были лучники, Жаль, он, походу, может один раз только останавливать время. Но это довольно круто. Сразу напрашивается небольшая битва, друзья. Небольшая битва. Давайте построим армию рыцарей. Вот. Гладиус как бы не особо вписывается. Возьмём несколько Да Винчи. В качестве лёгкой пехоты. Возьмём Джостеров. Кучу. И этого, думаю, будет достаточно. Ну и у них, разумеется, есть один замораживальщик времени. Даже поставлю им ещё одного. Ну и сразимся с обычными войсками. Здесь всё убираем. И, блядь, я, разумеется, буду за свою армию. Так. У нас будут, конечно же, метатели копья. Они крутые. Я их люблю. У нас, разумеется, будет, пожалуй, две артемитки. Как тяжёлая артиллерия. Сенсея два штуки будет. Так. Двадцать тысяч пока, да? Войска. Сёгунов несколько, думаю, можно поставить. Я ставлю чисто каких-то мощных юнитов, да? Виллбэрл драгонов давайте парочку. Что у нас ещё? Ульеров. Ульеров штуки два, три. Три, даже четыре. Ну и нужна какая-нибудь пехота. Влады. Влады. Мы давно Владов не использовали. Они мне нравятся. Я ещё не привык к новым юнитам. Поставим несколько чар-лидеров. И цена почти, почти совпадает. Давайте возьмём ещё ледяного гиганта. На сдачу, как говорится. Но и битва начинается. Наши войска сразу замёрзли. И дальность действия просто невообразимая. Вся армия застыла. Посмотрите, они не могут двигаться. Они начали двигаться только в тот момент, когда... Когда уже было практически поздно. Так. Ну, джастеры, они вообще не умирают. Ой, а что с этим чуваком? А чё он застыл? Очень сильно они выдерживают атаки. Артемид, конечно, разогнали. И я думаю, что это была ошибка. Такими жёсткими делать Артемид. Тут чисто победят Артемиды. Всего лишь два чар-лидера превратили её в настоящую ракету. Она выбрала себе наилучшую позицию для стрельбы. И как к ней вообще подойти? Она уперлась в стенку. Она из-за этого не отлетает. Но всё равно до неё доберутся. Или не доберутся. Жесть. Артемида, успокойся. Замораживальщик. Замораживальщик, заморозь Артемиду. Мы не можем добраться. Она просто как из пулемёта их разваливает. Конкретно повезло с местом. И когда чар-лидеры погибают, эффект остаётся. Вы посмотрите на это. А, всё. А. Нет. Я думал, она перестала атаковать. Жесть. Но заморозьте её. Они вроде как пытаются замораживать, но я думаю, что это всё-таки будет поражение. Тут чисто победила одна Артемида. Этот парниша пытается до неё добраться, но добраться до неё невозможно. Ну всё. Артемида опять всех победила. Вот те и на. Ха-ха. Вот те и на. Куда она ещё стреляет? Тут что ли есть трупы? Зачем она сюда стреляет? Или она просто мажет? А, да. Кто-то тут решил поспать. Идёт добивать на поле битвы раненых врагов. По-моему, Эд просто нечестна. Она бесчестная женщина, как мы можем видеть. Чувак может сопротивляться сколько угодно, но всё равно много стрел попадают в него. Я даже в него вселюсь. Жесть. Вот как переживать этот шквал? Всё, я умер. Жесть. Кто ещё остался? Артемитка? Найди. Search and destroy, как говорится. Давай. Ищи и уничтожай. Не завидую я тем, кто лежит в этом чистом поле. Ну всё, до Винчи тоже попадали. Ха-ха. Давай, погибай. Он очень долго живёт. Убили, наконец-то. А здесь кто у нас живёт? А-а-а! Ты что притворился мёртвым? Ты мог сражаться. Возможно, если бы мои чуваки не притворялись мёртвыми, они бы даже и смогли до Артемиды добраться. А если всего в него вселиться? Я иду. Я спрячусь. Я спрячусь за телом, друзья. Такс. У нас щит живой. Подходи. Она подойдёт? Да, она, смотрите, она хочет подойти. Жесть. Вот как, 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 как быть? Ай-ай-ай. Шальные стрелы всё-таки попадают. Не-не-не, ну погнали! А-а-а! Я прорвусь! Двигайся! Не, не останавливайся! Постоянно это, маневрируй зигзагами. Давай, зигзагами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну я пытался, друзья. Я пытался её наказать, но Артемиду наказать не получится. Никогда. Вот такой вот новый рыцарь, по-моему, вполне себе крутой. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, вы можете поставить лайк, подписаться. Буду очень благодарен. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!